Бельведер Большого усадебного дома Всех желающих организаторы праздника приглашают подняться на Бельведер, загадать свое самое заветное желание и опустить записку в корзину желаний. Кульминация праздника – запуск корзины в небо на воздушных шарах. Готовим специальную программу для наших посетителей. И вот сложилась уже такая традиция, что мы открываем Бельведер. Желания, которые пишутся здесь у нас, они сбываются. Вот мы, музейные сотрудники, проводим уже некий такой свой подсчет. У кого что сбылось, что нет. Праздничный день был насыщен событиями. Мастер-классы, интерактивные программы для детей и взрослых, развивающие игры и многое другое. Однако начался праздник с того, что для литературно-мемориального музея является главным – с искусством. В рамках программы состоялось открытие выставки фотографа Ирины Штольбы, которая при создании своих фоторабот вдохновлялась творчеством Николая Некрасова. Ну так как много снимаю природу, то в этом году появилась идея сделать выставку «Природа в стихах Некрасова». Отбирали пейзажи, отбирали макросъемку. В Международный день музеев традиционно к этому дню мы делаем какие-то новые выставки. Поскольку мы работаем в музее Некрасова, естественно, мы читаем его тексты. И обратили внимание, что у него, если можно так сказать, очень такие фотогеничные что ли тексты. Мы очень долго работаем с Ириной Вячеславовной и невольно вспомнились ее фотографии. Ее с Некрасом объединяет любовь к природе. Вот это трепетное отношение ко всему живому. В рамках проведения праздника Дня музея в Карабихе у нас проводится очень много разных мероприятий. В том числе мероприятия, которые проводятся на территории, а не в помещении Карабихе. Вот видите, вот уже часть готового полотна. Это сейчас большая группа детей здесь занималась. Вот они только-только отошли. У нас ведь задача не только образовательная в плане культурно-литературная, но и в плане общеразвивающего. И в частности, вот такие упражнения, которые у нас выполняли сейчас дети, они нацелены на то, чтобы помочь развивать моторику, помочь развивать мышление у детей через развитие моторных функций. Давай, иди попробуй. Давай еще кто. Давай, иди. Герои произведения Некрасова и представители усадебной культуры сопровождали посетителей музея буквально на каждом шагу. Познавательная программа с дедом Мазаем для детей и настоящий бал, воссозданный реконструкторами. Все это помогло участникам праздника приблизиться к эпохе, современникам которой был житель усадьбы, поэт Николай Некрасов. В Каравихе, конечно, очень нравится, потому что само здание, историческую усадьбу располагают к проведению здесь полов, каких-то мероприятий подобного рода и вечеров. Любители искусства, ставшие участниками праздника, могли насладиться не только поэзией и фотоработами, но и музыкальной программой, подготовленной творческими объединениями Ярославля. С огромной радостью в очередной раз принимаем участие в Единственном дне музеев, в Карабихе, на родине Мекрасова. Мы – это капелла Ярославского государственного университета имени Демидова. Здесь очень тепло, здесь очень приятно, здесь уникальные зрители, здесь великолепный творческий коллектив. Мы с удовольствием и дальше будем продолжать сотрудничество с музеем. Мне очень нравится здесь выступать, здесь какая-то особенная атмосфера. Здесь очень интересно, и я получил удовольствие, когда выступаю здесь. Мне очень нравится здесь, здесь все очень старое, древнее, и так интересно на это смотреть. Тем более здесь жил очень известный писатель, и очень было интересно посмотреть, как он здесь жил. Праздник очень понравился, выступления наших артистов и выступления других артистов. Все очень замечательно, очень хорошее служащее, очень тепло приняли маленьких артистов. Фотовыставка очень тоже понравилась. Насыщенная культурная программа Международного дня музея в Карабихе подошла к концу. Желания загаданы и запущены в небо. Надеемся, что они обязательно сбудутся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова